МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наращивание силы. Кыргызстанские власти продвигают идею открытия второй российской военной базы в стране. Это нужно нам, прежде всего. Но мы не можем создать там какой-то военный объект, потому что у нас для этого нет ни сил, ни средств, для этого нет и возможностей. Рука землю моет. На золотых приисках Таджикистана работают и взрослые, и дети. Задача – за сезон обеспечить семью на год вперед. Там старшие работают. У них мы научились мыть золото. Работаем, улучшаем свою жизнь. В Казахстане выясняют причины крушения самолета Ан-28, который разбился в 28 километрах от Алматы. Погибли пять человек, три члена экипажа и двое врачей. Самолет летел из Алматы в Шимкен для оказания медицинской помощи роженице. На месте трагедии обнаружены черные ящики. Их уже отправили в Москву на экспертизу в Международный авиакомитет. Именно там должны дать заключение о причинах авиакатастрофы. На месте крушения побывал наш корреспондент Дмитрий Беляков. Дмитрий, здравствуйте. Что вам известно к этому часу? Здравствуйте, Динара. Мы находимся в Алматинской области на месте крушения самолета Ан-28. Площадка диаметром около 50 метров огорожена. В оцеплении полицейские и сотрудники Алматинского аэропорта. Здесь был сильный пожар. И крупных фрагментов от самолета практически не осталось. Самолет санавиации вылетел из аэропорта Алматы 3 октября в 18.35. Через 12 минут он пропал с радаров на удалении 30 километров от города. Очевидцы рассказывают, что самолет совершил несколько кругов над поселком Междуреченское. После чего резко пошел вниз, задел линию электропередач и рухнул неподалеку от местного кладбища. Он как бы крутился, а потом в эту сторону пошел. Сначала в ту сторону полетел, а потом в эту сторону пошел. Как бы вот так ушел, как бы на посадку шел. В эту сторону кладбища грохот был. И один пацан, говорит, упал. Мы сели на машине, приехали, и вправду в ту сторону там дым, горит все. Непонятно было, там были люди или не были люди. Просто одно вот увидено было, что там человек как бы, как бы сикили человек какой-то. Так непонятно было, здесь люди были. Даже люди говорили, может, спрыгнули люди. Так вот даже слух не сходил. На борту находились пять человек. Все они погибли. Экипаж самолета, командир Геннадий Цой, второй пилот Евгений Кутафин и авиатехник Бишебек Акманбаев. Борт был санитарный. Два врача летели в Шымкен для оказания консультаций и помощи при тяжелых родах. Акушер-гинеколог Талгат Патцаев и реаниматолог Женебек Артыкбаев. Коллеги характеризуют обоих врачей как высококлассных специалистов и выражают соболезнования. Вечная память. Наши коллеги-герои. Я их хорошо знал. Талгат Патцаев был моим студентом. Великолепный доктор, высокий профессионал. Успешно защитил докторскую диссертацию и погиб на рабочем посту. Жаль, что они смогли обеспечить безопасность полета. Надо все сделать, чтобы подобное никогда не повторилось. Кто понесет ответственность за гибель врачей? Это уже второй случай гибели медиков, вылетающих по санавиации. Жизнь врача ни во что не ставят. Платят копейки. Хотя ежедневно врачи рискуют жизнями. Мне посчастливилось работать с ними. Их знают врачи, акушер-гинекологи и реаниматологи в каждой области нашей страны. Профессор Артыкбаев при всех своих регалиях покорял сердца коллег своей безмерной добротой, простотой и тактичностью. Сколько еще врачей они могли обучить. Сколько пациентов спасти. Горькая потеря. Потерпевший крушение Ан-28 принадлежал компании Eastwing. Был произведен в Польше в 1990 году. На месте катастрофы, несмотря на сильный дождь, работают эксперты. Создана специальная комиссия. Первый официальный комментарий прозвучал на брифинге в Алматинской воздушной гавани. На месте катастрофы уже найдены средства объективной информации, которые будут направлены в лабораторию Межгосударственного авиационного комитета стран СНГ для считывания и расшифровки всей полетной и параметрической информации. Для расследования данного авиационного происшествия с человеческими жертвами приказом министра по инвестициями и развитию создана государственная комиссия, которая приступила к исполнению своих обязанностей. Крушение санитарного самолета прокомментировали и представители власти в Астане. Данный факт 3 октября 2017 года зарегистрирован в объединенный реестр по судебным последователям ООД в аэропорту города Алматы по статье 344 часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это нарушение правил эксплуатации движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек. В настоящее время по отделу назначена судебно-медицинская экспертиза и продолжается осмотр место происшествия. Из-за повреждения линий в близлежащих поселках отключена электроэнергия. Сроки восстановления пока неизвестны. Что же касается официальных причин крушения, их объявят по результатам работы экспертной комиссии. Компания East Wing, которая принадлежал разбившийся самолет, была создана в 2006 году. В декабре 2015 года Европейская комиссия опубликовала черный список авиакомпаний мира, которым запрещено летать в Европу. В их числе оказалась и казахстанская East Wing. Помимо этого, East Wing фигурировала в коррупционном скандале в самом Казахстане. В апреле этого года по обвинению в коррупции был задержан замгендиректора Республиканского центра санитарной авиации Мадияр Шелгинбаев. Позже выяснилось, что он получал взятки на сумму более 130 тысяч долларов, в том числе и от East Wing. Это не первая авиакатастрофа в Центрально-Азиатском регионе за последние годы. О самых крупных из них в нашей справке. 29 декабря 2012 года под казахстанским городом Шимкент разбился военно-транспортный Ан-72 пограничной службы Комитета нацбезопасности Казахстана. Погибли 27 человек. Среди причин крушения – отказ радиовысота метра и автопилота. Экспертиза также установила, что экипаж не выполнил указания авиадиспетчера. Судном в полете управлял второй пилот. Самолет во время рейса обледенел. 29 января 2013 года на подлете к аэропорту Алматы разбился самолет казахстанской авиакомпании «Скат». Погибли 21 человек. Самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы всего полтора километра. Причиной авиакатастрофы был назван человеческий фактор. Самой крупной авиакатастрофой в Кыргызстане стало крушение Боинга 737 в районе аэропорта Манас 24 августа 2008 года. Борт выполнял чартерный рейс из Бишкека в Тегеран. В самолете находились 83 пассажира и 7 членов экипажа. Из них выжили 26 человек. По итогам расследования было заявлено, что причиной крушения судна стали невыполнение экипажем летных инструкций, в частности, правил визуального захода на посадку. Известно также, что экипаж потерял контроль за высотой полета. В Кыргызстане может появиться еще одна российская военная база. При этом одна воинская часть, в составе которой три крупных объекта, в стране уже существует. Дополнительный иностранный военный контингент в Кыргызстане просит разместить президент Алмазбека Тамбаев. Именно во время его правления в Бишкеке закрылась американская авиабаза «Манас». Зачем Кыргызстану новая российская военная база? Мнение экспертов узнавала Джебек Бегалиева. Российская военная база существует в Кыргызстане с начала нулевых. Основные ее силы размещены в небольшом городке Кант, неподалеку от Бишкека. Это штурмовики Су-25 с вертолетами-8. В состав объединенной военной базы России также входят испытательные полигоны из Сыколи. В высокогорном озере российские моряки тестируют подводные торпеды. По мнению властей Кыргызстана, уже существующих военных объектов недостаточно. Для того, чтобы полностью обеспечить безопасность в стране, полагает президент Алмазбека Тамбаев, необходимо открыть еще одну российскую базу на юге. Переговоры об этом уже идут. Это подтвердил в интервью российскому агентству РИА Новости и глава правительства Сапар Исаков. На уровне соответствующих министерств проводились консультации по этому вопросу. Кыргызская республика считает, что для обеспечения безопасности не только в Кыргызии, но и в регионе в целом, необходимо на юге размещать военную базу. Но пока у нас нет окончательного решения с обеих сторон. Еще ведутся переговоры по этому поводу. Иностранный военный контингент видится главе страны на границе с Таджикистаном, который в свою очередь соседствует с Афганистаном на юге. Именно там изначально предлагал разместить российскую авиабазу кыргызский генерал Феликс Кулов. В 2003 году, когда в Кант прилетели первые российские штурмовики, бывший министр национальной безопасности сидел в тюрьме за свои оппозиционные взгляды. Из-за решетки Кулов писал статьи, пытался добиться того, чтобы базу открывали именно на юге. Такая угроза реально существует. Во-первых, это Афганистан. Во-вторых, это Сирия, из которой могут быть выдавлены исламские экстремисты, и которые, естественно, обратятся в свою взор на Афганистан и на Центральную Азию. На собственные силы, по словам генерала, рассчитывать не приходится. В бюджете на такие расходы по безопасности денег нет. Это нужно нам прежде всего. Но мы не можем создать там какой-то военный объект, потому что у нас для этого нет ни сил, ни средств для этого нет и возможностей. И тем более бюджеты у нас сейчас такой сложный, что мы не можем на это пойти, не можем себе позволить. А безопасность требует вложения средств, потому что ситуация с каждым днем, ну, с каждым месяцем, она становится все напряженной. С Феликсом Куловым не согласен бывший генеральный прокурор Кыргызстана Кубатбек Байболов. Кадровый офицер советского КГБ считает, размещение еще одной российской базы проектом политическим. Ну, нам зачем? Нашим чиновникам зачем? Ну, утверждение о том, что дополнительная военная база обеспечит нашу страну защитой, ну, не совсем верно. У каждой военной базы, в частности, у российской военной базы, есть свои задачи. Вот. Не совсем соприкасающиеся с нашей собственной безопасностью. Поэтому, в первую очередь, Байболов советует укреплять собственную армию. Ну, в любом случае, нужно рассчитывать на собственные силы. Вот. Думать о том, что будет вторжение с южной стороны каких-то массированных сил, ну, это маловероятно. Скажем, невероятные вещи. Отдельные группировки, там, отдельные банды, террористические организации, это возможно, да? Вот. С этими ограниченными противниками мы должны научиться справляться сами. Кенгышпек Дуйшибаев около двух лет руководил Государственной службой национальной безопасности. Известный в Кыргызстане силовик уверен, российская авиабаза в Канте полностью справляется с задачами, поставленными перед ней организацией договора о коллективной безопасности. Именно в рамках этой структуры и существует военный аэродром. А если вторая база будет открываться на юге, я не знаю, какая в этом необходимость. Потому что база Каннская, это современная, там новейшая авиатехника там стоит. И в Кыргызстане у нас страна небольшая, поэтому для подлета в южные рубежи нашей страны для этой техники просто необходимо всего 15-20 минут. И мне так кажется, эта авиабаза спокойно разобралась бы любой угрозой, которая возникла бы на нашей территории. По мнению Дуйшибаева, ни ОДКБ, ни кыргызская сторона так и не привели убедительных доводов для размещения еще одной военной базы России в Кыргызстане. Дюбек Багалиева, Самат Алжибаев. Настоящее время. Бишкек. Кыргызстан. В Кыргызстане продолжается президентская кампания. Голосование намечено на 15 октября. В последнее время широкий резонанс получила дело о незаконной агитации во время предвыборной гонки. В ситуацию вмешался президент Алмазбек Атамбаев и выступил со специальным заявлением. На связи из Бишкека наш корреспондент Шавкат Тургаев. Здравствуйте, Шавкат. Расскажите, о чем говорится в заявлении Атамбаева. Здравствуйте, Динара. Заявление Атамбаева было опубликовано на сайте президента. Оно достаточно любопытное, поскольку связано со словами одного из кандидатов на должность главы республики, Мюрбека Бабанова. На пресс-конференции парламентарий заявил, что на выборах его готовы поддержать более 50% избирателей. Давайте послушаем, что конкретно тогда сказал Бабанов. Буквально недавно ГКНБ проводило аналитическое совещание, в котором было озвучено, что Бабанов выигрывает с первого тура. Наши социологические срезы и срезы других независимых организаций показывают, что сегодня за мою кандидатуру в стране готовы проголосовать 65% избирателей. Атамбаеву заявление Бабанова явно не понравилось. Он посчитал, что кандидат на пост президента Кыргызской республики предоставил ложную информацию и ввел избирателей в заблуждение. Вот что, в частности, заявил Атамбаев. Избиратели должны быть ограждены от попыток навязывания им ложной информации. Учитывая важность президентских выборов и степень влияния их итогов на судьбу страны, манипулирование общественным мнением может нанести существенный ущерб стабильности общественно-политической ситуации и интересам национальной безопасности Кыргызской республики. Далее в заявлении были приведены результаты исследований, которые проводились с несколькими социологическими службами. Согласно результатам, за сентябрь, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за кандидата от партии власти, то есть Сарамбая Джейнбекова, свои голоса отдали бы большинству избирателей. Это 40%. Впрочем, кто-то уже объективность исследований стал подвергать сомнению. Из других новостей стоит отметить, что премьер-министр Саппар Исаков вынес строгий выговор вице-премьер-министру Дючимбеку Зилалию за то, что тот активно призывал голосовать за ставленника Атамбаева Сарамбая Джейнбекова. Однако гражданский активист Адиль Турдукулов посчитал это наказание слишком мягким. Он обратился в Генеральную прокуратуру, но там ему ответили отказом. На мое обращение Генеральная прокуратура, опять же, отфутболила. Она заявила о том, что раз Центральная избирательная комиссия этот вопрос рассмотрела, значит, этого достаточно. Но, конечно же, этого недостаточно. Генеральная прокуратура, как единственный надзорный орган за соблюдение законности в стране, он должен был немедленно отреагировать на этот грубый факт нарушения. Сам же Адиль Турдукулов считает, что Зилалиев за это нарушение должен был быть, как минимум, отправлен в отставку, как это бывает обычно в развитых демократических странах. В Ташкентской области задержанный журналист немецкого издания Штерн Беттина Зенглинг, руководитель правозащитного альянса Узбекистана Елена Урлаева и фотокорреспондент Тимур Карпов. Они проводили независимый мониторинг ситуации на хлопковых полях страны. Несмотря на то, что власти Узбекистана отменили принудительную отправку бюджетников на сбор хлопка, из разных областей поступают сведения, что распоряжение правительства игнорируется. К примеру, Хоким-Андежанской области Шухрадбек Абдурахманов заявил, что за отказ от работы на хлопковых полях может последовать уголовное наказание. После чего учителя, врачи и студенты снова были отправлены на плантации. Администрация области эту информацию опровергла. Согласно официальному сообщению, сотрудники госпредприятий работают на полях добровольно. Но, как сообщила радио «Зодлик» одна из жительниц Андижана, Хоким лично приезжал на поле. Он дал указания бюджетникам, чтобы при любой проверке те отвечали, что собирают хлопок в свободное время или во время отпуска. Позже узбекская служба радио «Свобода» «Узодлик» сообщила, что журналист немецкого издания «Штерн» Беттина Зенглинг была отпущена, а правозащитница Елена Урлаева и фотокорреспондент Тимур Карпов остались в отделении милиции. Таджикистан увеличивает добычу золота. В прошлом году в стране добыли 5 тонн драгоценного металла. В этом году планируют 6,5. Золото добывают не только промышленным способом, но и вручную. Местные жители выходят на прииски целыми семьями. Для них это единственный способ заработать себе на жизнь. Наш корреспондент Анну Шервон-Арипов выяснял, как и кто добывает золото в Таджикистане. Добычей золота на месторождении Шугном занимается большинство местных жителей. В этом районе несколько кишлаков. Ни сельского хозяйства, ни любой другой работы здесь нет. Драгоценный металл добывают открытым способом, то есть копают землю и вручную моют ее в реке. Ради нескольких крупиц нужно промыть кубометры породы. Золото здесь есть практически везде. Главное найти, где его больше. Работаем потихоньку. Лучше, чем без работы сидеть. Искандар и Рустам моют золото после занятий в школе. Их отец состоит в артели. Так что все добытое мальчики отдают ему, а он уже в пункт приема. О количестве добытого здесь говорить не принято. Но по словам ребят, в месяц выходит от 220 до 340 долларов на семью. Добывать золото можно только летом и ранней осенью. Так что нужно еще отложить денег на зиму. А значит, работать надо каждый день. Если искать, можно заработать 2-3 тысячи само не в месяц. Это если трудиться хорошо. Там старшие работают. У них мы и научились мыть золото. Работаем, улучшаем свою жизнь. Моют золото в Шугноунии только вручную. На месторождении уже полвека ведется промышленная добыча. Сегодня здесь несколько предприятий. Государственное и частное. Сколько золота добыли, не говорят. Запрещено законодательством страны. Но занятие прибыльное. Отвалы отработанных пород тянутся на многие километры. Технику регулярно обновляют и осваивают новые участки. В принципе, рассыпь очень легко. Тут все на все 2-3 операции. Надо копать, возить, промывать. После промывки в течение каждой сутки мы делаем съем. Съем делаем, разбираем в шлюзах. И посмотрим содержание, сколько будет. И все вот на это все. Зимой здесь выпадает несколько метров снега. До первых осадков предприятия работают круглосуточно. Золото, содержащую почву, грузят на огромные самосвалы. И отвозят к агрегату, который промывает породу. Золото оседает в специальных поддонах. Потери при такой обработке около 8%, говорят специалисты. Артели старателей Одина принадлежит участок в 130 гектаров. За 12 с небольшим лет работы компания почти полностью его выработала. Количество добытого золота не называют, но говорят, что за эти годы намыли в два раза больше, чем планировали. Начинала артель работу с ручной добычи. Сегодня здесь десятки единиц техники и трудится около 150 человек. И создали вот такой коллектив. Мы их обучали в республике, за пределами республики. И непосредственно после обучения они занимаются у нас в компании. Одним из условий выдачи участка артели было создание инфраструктуры для местных жителей. За годы работы за счет предприятия была проведена мобильная связь, построено 7 мостов, создана ювелирная ПТУ и построена гордость артели школа-интернат. Здесь оборудованы классы, школьная форма и трехразовое питание бесплатны, а преподают учителя даже из столицы. По окончании добычи артель должна полностью рекультивировать использованный участок, вернуть все в первоначальное состояние. В Таджикистане 137 золотых месторождений. Уровень добычи везде растет. В 2012 году в стране из недр извлекли около 2,5 тонн драгметалла. В прошлом году уже 5 тонн. А в этом планируется намыть на четверть больше. Лицензии на добычу драгоценных металлов в Таджикистане в основном получают китайско-таджикские компании. Несмотря на форму собственности, все золото передается только национальному банку. Далее оно поступает в золото-валютный резерв страны. Ануш Рвун Арипов, Насим Несамов. Настоящее время. Азия. Таджикистан. И в заключение о казусе, который произошел в Ашхабаде. Во время награждения президента Туркменистана Гурбангулы Берды Мухамедова орденом Александра Невского, ведущий церемонии не смог выговорить отчество туркменского лидера Малик Гулыевич. Президент России Владимир Путин не стал дожидаться, когда отчество правильно произнесут, и решил закрепить орден на груди Берды Мухамедова во время возникшей паузы. Ведущий же справился только с третьей попытки. Большой личный план приобретения стратегического партнерства Между Российской Федерацией и Туркменистана обеспечить достоверность и безопасность Центрального Азиатского лидера. Орденом Александра Невского награжден президент Туркменистана Туркменистана Берды Мухамедова, Бурбангалы, Эклик, Гулькуш, Велик, Гулькуш. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале Настоящее время в Ютуб. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»